Сейчас у нас с вами начинается вторая часть дневного трека. Я постараюсь за минут 15 рассказать о том, что мы сделали этим летом, что мы планируем делать этой осенью, потому что нам задают эти вопросы на публичных форумах, людям интересно, что мы делаем, и вот как-то мы на это иногда забываем реагировать, попытаемся исправиться. А потом уже у нас пойдут приглашенные спикеры. Первое. Чего мы добились за это лето? Во-первых, до, наверное, 2017 года очень сложно было хотя бы как-то понять, кто есть Аэролаб. Потому что история-то у нас долгая. Мы более шести лет в разных формах и обличиях жили рядом с блокчейн-технологией. Все начиналось с того, что мы с Евгением Радченко в Тольятти познакомились с майнингом биткоина. Потом мы пробовали что-то делать на аутсорс, потому что в этот момент была веб-студия, в которой я руководил командой, и в этой веб-студии ребята в течение нескольких лет тоже познакомились с блокчейн-технологией. Появился у нас еще один из ведущих разработчиков, Саша Старостин, который был все время с нами, и его компетенции начали очень-очень сильно расти в области, и его мнение стало очень важно. Потом появился Саша Капитонов, не просто как друг из студенческих времен, а человек, с которым, чьи знания могут быть нам важны и интересны, который привел Александра Крупенькина, который сначала начал как программист, но просто за 3-4 месяца начав с фразы «могу ли я быть чем-то полезен больше, чем сделать имплементацию подрос», вылилось в то, что человек захватил всю архитектуру в нашем проекте, и никто об этом не жалеет. И так сформировалось количество людей в виде пяти человек, которые находились абсолютно на разных позициях и условиях. Кто-то был наемным сотрудником в юрлице, который уже давно не работал на аутсорсинге. Кто-то был замотивирован работать в той компании, которую мы выделили из наших исследований, как стартап, это дрон-сотрудник с обещанием доли. И с Женей Радченко мы просто, потому что друзья говорили, ну, мы как-нибудь договоримся потом. И, естественно, на вот этом базисе и того, что у нас была некоторая публичность через то, что мне пришлось преодолевать нежелание стоять с этой стороны, вылилось в то, что в основном про нашу команду знали через меня, и больше особо-то и не знали. То есть очень редкие были погружения в то, а кто внутри. И чтобы все эти задачи решить, и плюс чтобы решить одну очень важную проблему, с которой сталкиваются технические команды, когда они занимаются верным, и в какой-то момент происходит вот эта точка взрыва, и мы считаем, что она произошла в 2017 году, и мы вроде ее как преодолели. Проблема в том, что когда ты занимаешься шесть лет и понимаешь, что в этот момент резко растет безумно интерес в твоих услугах, тебе постоянно поступают миллионы предложений. Ты понимаешь, что они не только тебе поступают, они поступают ко всем абсолютно участникам нашей команды. Ты понимаешь, что волей-неволей мотивация экономическая, она будет действовать на человека. И чтобы сохранить команду, и не получилось такого, что эти ребята, с которыми мы вместе работали, куда-то разойдутся, мы поняли, что нам необходимо создать условия внутри Аэролаба, как не того, что является донором для тех проектов, в которых на разных условиях люди участвуют, кто просто на энтузиазме, а кто за какими-то разными обещаниями. Мы поняли, что нам нужен фонд. Но чтобы прийти к этому, мы поняли, что нам нужно договориться и найти какой-то общий компромисс, на каких условиях мы готовы существовать в Аэролаб. И мы пришли к нему. На сайте эфириума, эфириум.орг, есть раздел обучения, слэшдау. Там представлено три типа умных контрактов, позволяющие организовать взаимодействие аккаунтов в сети эфириума, личных персональных аккаунтов, с целью распределения финансирования и голосования. То, что, например, Сергей Кваччанов вчера рассказывал про Аджайл, когда собирается некий кворум для принятия решений и правил. Этот контракт есть у эфириума. Мы его взяли, он называется блокчейн-конгресс. Мы его доработали с несколькими, ну, так как они все учебные, эти контракты на сайте, то мы столкнулись с несколькими улучшениями, которые мы сделали. И мы создали контракт конгресса. Контракт сети эфириум, в котором мы сделали следующие манипуляции. Первое. Мы на гитхабе опубликовали связку через личные коммиты, аккаунт разработчика и его эфириум адрес. То есть нас пять человек в конгрессе, мы сначала заявили на гитхабе, что вот этот адрес мой. После этого я создал контракт конгресса и добавил туда вот эти пять адресов. Я по правилам конгресса, у него есть руководитель, кто этими функциями занимается и может менять правила. Мы добавили правила, согласовав, что нужен минимальный кворум из трех разработчиков, из пяти, чтобы принять решение. Мы выбрали тот временной промежуток, который будет удобен для общения. Это 24 часа. То есть вы должны понимать, что когда вы внедряете кворумную систему, у нее есть период голосования. Либо вы заставляете всех собираться в одно время в каком-то месте. Но по роду нашей деятельности мы понимали, что так не получится делать, чтобы мы в одну минуту где-то собрались и быстро все голосовали. Поэтому мы выбрали определенный временной лаг, который был бы достаточный, чтобы могли все пять человек, ну точно выйти из самолета, если он вдруг влетит куда-то, синхронизироваться с сетью и проголосовать по вопросу, если ему хочется это сделать. Тем самым у нас появилась задержка по принятию решения любых в 24 часа. Но мы считаем, что это не слишком много, это нормально, 24 часа на обсуждение вопроса и принятие решений. После этого я делегировал функцию управления Конгрессом самому Конгрессу. То есть изменить с этого момента, с этой транзакции правила голосования я больше не мог. Я не мог вводить и выводить никого из участников этого Конгресса. И только уже к ворумам, общим решениям мы можем менять правила Конгресса. После того, как мы создали этот Конгресс разработчиков, мы сформировали фонд. Формирование фонда имело атрибут токенизации. Мы создали умный контракт токена. Причем я для вас всех хочу на нашем примере продемонстрировать тот опыт, который мне кажется вам безумно необходим. Потому что, может быть, вы слышали, и с Виталиком я в этом плане абсолютно согласен, что использовать эфиры, исключительно для того, чтобы выпускать ERC-20 токены, это кощунство какое-то, на мой взгляд. То есть эфир позволяет нам создавать децентрализованную автономную организацию. Вот парадигма – это если мы все с вами здесь сидим, вы приехали сюда, чтобы послушать людей, которые занимаются инновацией, то давайте пробовать ее в своей жизни. Давайте не отделять то, что мы делаем, от того, как мы существуем. Поэтому мы сразу же поняли, что принципиально мы будем стараться строить децентрализованную автономную организацию, которая уже будет подразделениями, может быть, как-то проникать в этот существующий мир. Но чем меньше, тем лучше. Потому что один мой знакомый, очень синолог, китай-вет, рассказал очень интересную тысячелетнюю пословицу из Китая. То, что нематериально проникает всюду. Чем меньше мы имеем связи с материальным этим миром, тем быстрее мы проникаем в области жизни других людей. Чем сильнее именно идеологическая составляющая нашей работы, чем сильнее именно теоретический аппарат, и чем доступнее являются бизнес-процессы, которые мы используем, тем быстрее мы будем расти. Мы не строим себе никаких прямых графиков. Мы верим в то, что все растет экспоненциально. Сначала ты работаешь, у тебя один лайк. Потом ты работаешь, у тебя две звездочки на гитхабе. Потом ты работаешь, 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 и у тебя ничего не происходит. Но если ты движешься правильно, то потом настекает точка уже невозврата, и все летит вверх. Мы принципиально верим в это. И когда ты летишь вверх, вся проблема в том, что многие приходят к этой точке, не позаботившись об инфраструктуре. И просто, как все знают, стартапы просто гнутся. Гнутся на первых больших деньгах, потому что они не могут ничего сделать с ними нормально. Их процессы неэффективны. И нам очень нравится идея децентрализованных автономных организаций. Организации, которые представляют из себя бизнес-процесс, отделенный от конкретного носителя, решение, по которому отдано децентрализованному арбитражу, никак не замотивированному в участии, в обсуждении твоих транзакций. Если этот процесс проектировать таким образом, что он будет позволять создавать некие экономические стимулы для принятия этого бизнес-процесса, то тогда наша задача будет выполнена. Наша организация в виде автономных бизнес-процессов сама будет нанимать тех, кто будет на нее работать. У нас теперь есть умный контракт Конгресса. И у нас есть одна принципиальная технология, которую мы везде стараемся популяризировать. Она называется «Дауфабрика». Ну, в целом, просто фабрика. Ее основная концепция заключается в том, что умные контракты умеют порождать контракты с транзакцией. И весь наш опыт, который мы до этого приобрели, мы превратили в эталонные примеры умных контрактов, которые зашили фабрики. И это нам дало одну еще философию. Для меня это философия, но с точки зрения прикладного я тоже могу объяснить, в чем суть. Вот у нас появился Конгресс, и мы должны принимать решение к ворумам. Но если вы будете пытаться задеплоить умный контракт, то это сделает конкретный external-owned аккаунт сети эфириума. То есть это сделает кто-то, а потом его предложат. А через механизм создания контрактов, через транзакции в сеть эфириума, к фабрике, мы можем вынести обсуждение самой транзакции на обсуждение. И когда оно будет произведено, то гарантированно будет произведена ровно та операция, которая нужна. Вот этот процесс, когда уже именно умный контракт, получивший сигнал от Конгресса, производит дальнейшее построение бизнес-процесса, нам очень-очень бодрит, так скажем. То есть мы поняли, что для формирования фонда нам необходимо сформировать токен, который мы будем поощрять в своей работе. И если наши идеи будут верны, то в какой-то момент люди будут устанавливать наше программное обеспечение. В этом программном обеспечении легче всего будет работать с нашим токеном. Ну и, соответственно, у людей, которые нам пожертвовали деньги, они, соответственно, будут теми первыми донорами, теми держателями, у которых будут уже выкупаться токены. Окей, мы это решили. И мы, соответственно, создали через контракт Конгресса контракт токена, токена AIR. Потом мы к нему добавили еще контракт краудфандинга, тоже проголосал через Конгресс, и собрали фонд. Фонд, который отправил все средства на этот контракт Конгресса. И все собранные нами средства находятся под управлением нашей децентрализованной автономной организации. Они находятся на контракте, который принимает решение к воруму. Никак больше. Никто не может единолично в нашей организации повлиять на голосование. И фонд – это не способ финансирования только команды. Мы это сразу поняли. И мы поняли, что мы не хотим, опять же, расти в формате фирмы, когда один предприниматель-координатор или несколько предпринимателей-координаторов начинают заключать контракты с сотрудниками и обязуют их что-то выполнять в наших интересах. Нам нравится идея грантов. Грант, в отличие от аутсорсинга или заказа услуги, имеет несколько концептуальных отличий, которые очень не нравятся предпринимателям, к примеру. Но я не понимаю, почему. Первое – гранты выдаются вперед. Многие считают, что неправильно выдавать вперед. Мы так не считаем, потому что грант – это топливо. Это тот газ, который жгет тот, кто выполняет работу. Поэтому финансирование не может приходить после. Оно должно всегда прийти до этого. Второй момент. Мы испробовали подход, что группам разработчиков, которые будут получать гранты, они должны будут создать свой контракт Конгресса. Контракт Конгресса, у которого будет контроль за одним только действием, мы его называем «хаммер-молот», со стороны нашего Конгресса. Что это значит? Если какая-то команда разработчиков занимается экономикой роботов и получает грант от Аэролаб, это не один человек, а их два или три, хотя бы как минимум два и больше, то у них должен быть контракт Конгресса «хаммером», то есть «молотом», которого назначен наш Конгресс. «Хаммер» вызывает функцию «кил» умного контракта. Тот, кто вызывает функцию «кил», тот забирает все средства с этого контракта, и они возвращаются в фонд. Но ты, естественно, ее можешь вызвать один раз, шандарахнуть хорошенько по этому контракту, и больше эта команда не будет работать. Это принципиальная особенность, что мы не влазим, мы не входим ни в совет, мы не лезем в команду, мы говорим только одно. Ребята, у нас есть одна только функция над вами контроля. Одна. Что если наш кворум почему-то три из пяти человек примут, что вообще ни в каком виде дальше нельзя продолжать работу, то тогда «хаммер» вступит в свое действие. Нам показалось, что этого будет достаточно. Мы не лезем во внутреннюю кухню, мы только ограничиваем возможность общего партнерства. И мы начали выдавать гранты. Мы не стали сильно расширять собственную команду. Мы стараемся построить работу фонда в формате как можно меньше внутренних сотрудников «Аэролаб». Максимально мы будем стараться, чтобы численность нашей команды не переходила пороги, связанные со сложностью управления и появлением иерархии. Мы не хотим ее порождать. Мы хотим создавать систему свободных групп. И вот все-таки что нам все равно пришлось делать? Кого нам пришлось добавить помимо нашей команды? Так получилось, что по сути, те, кто были к началу 2017 года, это все исследователи. Из-за этого у нас возникала сложность. Мы можем сутки напролет рассказывать классные идеи, но мы не можем это рассказать каждому. Нас просто физически не хватит. Мы будем только одними заниматься, разговаривать, 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 разговаривать. Второе – возникают пользовательские сложности. Люди хотят покачать образ, у них возникают проблемы банальной пусконаладки. И пусконаладка – это, если ты занимаешься исследованиями научными, это не значит, что для меня пусконаладка – это одна минута. Я сейчас вот отвлекся, вот там что-то поправил по быстрому закомитиву, вернулся к своим научным исследованиям. Но так не будет. Там пусконаладка будет занимать столько же времени, сколько я трачу в день на написание хотя бы одной странички научной статьи. Поэтому мы поняли, что нам нужен свой DevOps. И летом мы его начали формировать. Сейчас DevOps развивается под началом Саши Крупенькина, что мы посчитали самым логичным, так как он наш архитектор, так как он у нас самый сильный разработчик с точки зрения декларативного языка программирования и АИРа туда идет, то значит ему и с DevOps-ами и разгребаться. Мы выбрали двух человек, которые пришли в DevOps. И теперь ю-ху, у нас есть реально DevOps. Это для вас означает что? Что вы в комьюнити-чат можете кидать клич и на него теперь это реагирует. То есть по факту я понимаю прекрасно, что мне пишут, но я реагирую очень редко, но просто физически не успеваю. И остальные ребята тоже. Поэтому мы знаем весь груз ответственности, который с нас весны висел в количестве необработанных запросов, но с сегодняшнего дня всему сообществу должно стать легче, потому что у нас есть специалисты по пусконаладке. Пишите, общайтесь, а у них теперь полный рабочий день только посвящен тому, чтобы выполнять задачки пуска, интеграции и ответа на ваши вопросы. Второе, ну помимо того, что когда доходит дело до продукта, необходимо помочь людям, бывают концептуальные вопросы на входе. И с этими вопросами тоже не так все бывает просто, потому что их бывает очень много. Ты просто не успеваешь даже анализировать какие-то внешние источники информации. Ну, банально, для меня очень важно обратная связь. Вчера вы из моей лекции это поняли, да? Соответственно, я сам стараюсь общаться с сообществом, я стараюсь поэтому ездить на конференции. Мне не так интересно просто приехать, и чтобы моя фотография где-то еще появилась, а мне интересно рассказать и получить обратную связь. Но так получается, что времени недостаточно, ты не можешь везде быть, и в Твиттере, и на Биткоин Толке, и на Медиуме, и прочее, и еще на нескольких языках. Поэтому у нас появился Центр поддержки сообщества. Центр поддержки сообщества, состоящий из двух девушек, которые имеют очень хороший уровень английского языка, у них в задачах развития стоит нашего YouTube-блога и Медиума. Причем вы можете обратить внимание, действительно, что этот процесс пошел. Сегодня я могу об этом сказать, потому что если вы зайдете по адресу blog.aira.life, вы увидите, что там уже появились статьи. То есть, вот, это доказательство. Второй момент. Их задача – обрабатывать все входные вопросы от сообщества. Поэтому теперь вы можете требовать не только того, чтобы вам помогали с решением задач пуска-наладки, но теперь вы можете требовать, чтобы Аэролаб вам отвечал на все вопросы, которые у вас появляются. Понятно, что это страшная фраза, потому что неадекватных вопросов обычно 50 на 50. То есть, они бывают грубые, они бывают очень некрасивые, люди злые очень часто бывают. Ну, это… С этим ничего не поделать, поэтому единственное, что можно только поддерживать наших сотрудниц в центре поддержки и пожелать, чтобы все-таки как можно меньше они с этим сталкивались. Но теперь вы можете задавать любые вопросы, и нам это интересно. То есть, задавайте все подряд, пишите это в комьюнити-чат, и они будут это суммировать. Это не значит, что они сразу же вам ответят, но они уже к нам придут со списком вопросов. Мы им это расскажем, и они этим поделятся. Либо в новом выпуске на Ютубе, либо на Медиуме, либо прямо в канале. И что для меня самое примечательное, это вызывало вопросы, и я понимаю это. Мне задавали вопрос, ну, Сергей, ну, ты же за время последних лет появлялся в разных проектах еще, связанных с блокчейн-технологией. Первый момент. Я лично больше не выступаю консультантом ни в одном внешнем проекте. Пока будет существовать Аэролаб, я не буду участвовать, не буду адвайзером, не буду советником ни одного проекта, который не базируется на разработках Аэролаба. Второй момент. В проектах, которые базируются на технологиях Аэролаба, я тоже буду стараться не участвовать в консультации до тех пор, пока моя консультация не будет жизненно там необходима. То есть только в тот момент, когда мы поймем, что вот у этого проекта что-то получается, и ему действительно нужна вот, ну, потому что, когда мы говорим там про консультанта, по сути, каждый вопрос, нужно внимательно к нему подходить, нужно понимать степень влияния твоего совета на то, что делают другие люди. И в начальном этапе наша помощь большинству стартапов не нужна, а вот когда дойдет у них до технологически сложного вопроса, скорее всего, вы видели презентацию Тараса, вы видели архитектуру. Вот когда у вас вот так вот уже выглядит, понятно, что наш кворум должен собраться и подумать, куда дальше ребятам идти, как не сломать это все, чтобы они понимали банально-то, опять же, возвращаясь к Сергею Квачанову, что стратегически делает Аэролаб, какие, куда пойдет, то есть будет ли у нас поддержка помимо РОСа чего-то еще. Вот на эти вопросы нужен совет. И тогда, да. И это заняло, естественно, достаточное количество времени. И при этом сохранились несколько проектов, в которых мы участвуем, причем я свое личное участие переношу максимально на участие именно Аэролаба, то есть там, где я лично участвовал, я заменяю себя Аэролаб, и у нас на поддержке остается совсем немного проектов. То есть на сегодняшний день это останется дрон-сотрудник, это давай PCI, и возможно будет один-два проекта, причем которые тоже будут все меньше и меньше занимать времени Конгресса. И наш путь – это путь некоммерческий. Мы не будем строить профит компании вокруг наших исследований, потому что мы разработчики протокола. Как только разработчики протокола строят профит компанию, то у них появляется закономерный стимул и обслуживать этот протокол самостоятельно. Значит, мы будем поощрять те практики, которые будут направлены на извлечение прибыли нами самими же из этого, что абсолютно не подходит для идей свободного открытого протокола. Поэтому вся наша деятельность будет некоммерческой. Мы не будем просить ни долей, ни каких дивидендов за то, что мы даем грант на какое-то исследование. То есть это грант, еще раз, это поощрение деятельности людей. Второе. Что мы будем делать сейчас? Вот эту задачу я выделяю особо важным пунктом. Это задача построения академической сети. Ну, потому что мы читали Винера, и мы читали много других людей, кто занимались фундаментальными основами. И невозможно строить дальнейшую архитектуру, не получая на свои базовые, концептуальные идеи достойного ответа в виде вовлеченности. Мы не будем... Ну, как? Мы показываем наши наработки, чтобы нам дали некоторую рецензию, но мы поняли, что это плохо работает. Дать человеку сказать, почитай, пожалуйста, там, кандидат на рук или доктор наук. Немножко не так. Мы стараемся, наоборот, пойти со стороны тех, кто уже этим занимается. В Иннополисе, в Петербурге, в Гарварде, в Массачусетском. Выходим на авторов статей научных и им рассказываем о наших идеях. Если они будут их цеплять, если они в них будут видеть что-то интересное, то они сами будут вовлекаться в этот процесс. Мы, самое главное, хотим, чтобы у людей была собственная мотивация. Если мы ее будем видеть, значит, наша идея логично входит в их голову, и они сами будут заниматься этим. Это называется академическая сеть. Концептуально это может вылиться в международную научную лабораторию, от чего мы бы, конечно, хотели. То есть это не существующая физически, это существующая виртуально лаборатория в виде объединения людей в одной сети, которые имеют наиболее налаженные контакты для коммуникации, чтобы быстро делиться своими исследованиями. Мы будем стараться это делать, и это задача Саши Капитонова, в первую очередь. Я надеюсь, что у него получится. Второй момент, и здесь очень интересно, что выбирая путь некоммерческий, при этом мы понимаем одну вещь, что все равно нельзя совсем улетать на Марс. Если ты будешь делать что-то и не будешь понимать, что это может как-то работать в бизнесе, то мы знаем практику, что так можно жить и 30 лет, и 40. То есть можно заниматься теоретической работой и не выходить во внешний мир. Но первое, это все-таки, когда довольно-таки абстрактные, концептуальные вещи про темную материю, когда до нее долететь еще надо, и много-много, в общем-то, тормозящих факторов. А мы на пике. Мы в области робототехники и цифровой экономики, которая просто сейчас рвет, условно, все остальные индустрии. И мы понимаем, что если это так, и наши идеи правильны, то по сути они должны, там через тернии, конечно, через сложности, но они все равно, значит, ими захотят пользоваться. Это как идея у любого стартапа про МВП. Если в вашем МВП все равно хотят пользоваться, несмотря на то, что она убогая, то значит вам есть куда дальше расти и двигаться. Если вашим продуктом, вашей теорией никак вообще не находит никакого резонанса в сообществе, то, скорее всего, надо что-то подумать и понять, либо вы не так это рассказываете, либо что-то концептуально неправильно. Поэтому для нас очень важно поддержать уже профит компании, которые хотят пробовать наши технологии, идеи экономики роботов в бизнесе. И в этом плане нам, как я сказал, оставляя дрон сотрудника и DAO-PCI, нам будет в первую очередь помогать дрон сотрудник, потому что там уже сложившаяся структура, там есть отдельная команда, там я также и Саша Капитонов участвуем в обсуждении этой компании. И она наш подопытный кролик. Так как мы имеем там существенное влияние, мы можем просто сказать, что планы разработчиков будут вот такие. И значит абсолютно все наши самые смелые идеи сначала будут происходить на нашем личном подопытном кролике. И мы за это немножечко будем отвечать, можно так сказать. И это самое страшное для меня лично. Я понимаю, что без этого никуда. И в октябре месяце мы отправимся в ралли-шоу. Саша Старостин не хочет летать только с нами. Он сказал, что угодно делайте, но я не сяду в самолет больше никогда. Ну, соответственно, скорее всего, четыре человека из Конгресса и плюс некоторые участники Аэроваб, кто-то из поддержки сообщества, кто-то из Девопса, кто-то из наших дизайнеров, ну, то есть кто-то из нашей внутренней кухни с нами будет путешествовать по ралли-шоу. Мы устроим ралли-шоу за 80 дней. Мы объедем земной шар с запада на восток, посетив в районе 25 городов, в которых будут организованы наши митапы. Это будет в Европе. В основном акцент у нас сделан на Германию, потому что это индустриальный центр. Мы очень постараемся там максимально познакомиться с людьми в Штутгарде, потому что нам очень интересен этот город. Мы будем стараться собрать там индустриальных партнеров и с ними пообщаться. Второе, мы отправимся на западное полушарие. Там мы проедемся по крупным городам Соединенных Штатов. И к концу ноября, начало декабря мы посетим Азию, начав с Пекина, через академическое сообщество, которое, скорее всего, у Саши Капитонова получится там собрать на митап. Проедемся по крупным городам, в которых высокий уровень развития технологического в области бизнеса. И закончим это где-то к середине, получается, декабря. То есть наш план – это в районе 20-25 городов за 80 дней, чтобы им донести фундаментальные наши знания, идеи и ускорить процессы вовлеченности людей в обсуждение экономики роботов. Мы не можем ничего, мне кажется, другого сделать, кроме как лично поговорить с людьми в разных городах, собрав там аудитории. И закончим мы то, что планировали сделать в этом году. В этом году это значит зима 2017-2018, то есть это либо декабрь, либо январь, либо февраль, тем, что мы получим в нескольком количестве, мы не знаем в каком, но надеемся, что это будет один и более, ноль нас не устраивает, примеров управления миром машин в реальной экономике. Мы хотим, чтобы в действительности наш даже базисный теоретический аппарат с базовой конфигурацией АИРы, где-то на уровне второй стадии, с ограниченной вариативностью выбора поведения, чтобы это уже работало. Это очень важно лично для меня. И уже когда мы это увидим, мы готовы будем двинуться дальше. Соответственно, об этом… Ну и немножечко прямо о самых оперативных задачах, которые происходят ровно сейчас. Первое, так как я вам говорил о том, что базовой концепции – это строить организацию в интернете, мы все равно никуда не денемся от того, что мы присутствуем физически сами в этом мире. Мы от этого пока никак не отделаемся, и что-то уже как-то не хочется. Очеловечился. Первое, так как у нас появились наконец-то средства, чтобы экспериментировать не только с самыми дешевыми роботами. Естественно, аппаратура стоит денег, в аппаратуре оборудовать дорого, но нам нужно в каком-то виде это имущество не на балансе с Сергеем Ивановичем Шаком или Евгением Радченко держать. Мы должны каким-то образом иметь просто законное основание им пользоваться. Поэтому мы подали документы на регистрацию некоммерческой организации в России «Аэролапрус». Вся деятельность на территории Российской Федерации, которая будет посвящена именно приобретению оборудования, проведению экспериментов, заключению каких-то партнерских договоров, рамочных соглашений, будет происходить через данное НКО. Мы отдельно поговорим с нашими коллегами в Сколково, поговорим с низкими. Мы хотим, чтобы на примере нашего НКО, потому что об этом говорят в аппарате правительства, но пока что я не видел реально тектонических двигов. Мы говорим, вот у нас есть НКО, вот у нас есть организация в интернете. Мы не будем организацию в интернете подчинять НКО в России, но это НКО действует в рамках нашей организации, и мы готовы быть полностью прозрачными для регулятора здесь. Чтобы этот диалог получился, мы будем продолжать разговаривать с представителями в Сколково, и может быть у нас получится с ними договориться, и на нас будут в России проходить эксперименты, как первого НКО, которое работает после ICO и выполняет требования регулятора. Но это долгий разговор, и не знаю, получится или нет, но первое, документы поданы, и все равно мы его будем использовать. Второй вопрос, если честно, мне немножко голову разорвал за это лето, и одна из причин, почему у нас будет панельная открытая дискуссия с Максом Гудбордом по поводу НКО, это то, что в мире... Швейцария хорошо для блокчейн-проектов. А, черт нет, все мигрируем в Сингапур. Черт нет, в Сингапуре тоже что-то не так, непонятно, что делать, еще куда-то. Я по сей день не разобрался, что с этим делать. Меняется законодательство, меняются условия очень быстро этим летом. И у нас все еще открыт вопрос того, каким образом сформировать некоммерческую организацию, которая бы представляла нас на международном уровне. То есть вне России, и надеюсь, что мы вопрос все-таки к осени в каком-то виде хотя бы получим планы от регуляторов, например, в той же самой Швейцарии, или же Гибралтар, или где-то еще, где мы будем понимать, что регулятор в течение года хотя бы вот это будет делать. И тогда мы поймем, куда мы пойдем. Соответственно, вопрос NGO – это вопрос того, что когда мы будем расти, естественно, мы должны становиться еще прозрачней. Мы сейчас прозрачны с точки зрения деятельности, потому что, как я говорил, все средства находятся на одном контракте Конгресса, которым мы управляем, и все транзакции можно посмотреть. Но это не обо всем говорит. Все равно мы должны увеличивать, увеличивать собственную прозрачность, потому что мы не коммерческая организация. Наша единственная задача – стимулировать развитие открытого протокола. И поэтому деятельность, которая проводится вне России, тоже должна испытывать некоторые, так скажем, какой-то регулятор должен нам помогать быть прозрачным. Чтобы мы сказали, вот в рамках этого регулятора мы работаем, мы отчитываемся, нам говорят, что мы окей, и значит, мы действуем дальше. И, как я еще раз сказал, все равно мы будем ставить то, что дау – это самое важное. Если у нас возникнут проблемы, нам в России будут говорить о том, что нет, ребята, это все не нравится, с NGO у нас будут возникать проблемы, то мы все равно будем продолжать жить как дау. Если нас будут мучить, нас будут отвлекать от наших исследований, мы просто прекратим попытки быть прозрачными для регуляторов. Мы сделаем просто все возможное для того, чтобы, понятное дело, у нас не получится без участия регулятора повысить уверенность того количества людей, сколько мы хотели бы, но хотя бы для сообщества, которым это не принципиально, мы сделаем так, чтобы они видели, что мы делаем. И это парадигма нашей организации с точки зрения масштабирования, что на каждого человека мы будем создавать условия, чтобы первое – количество сотрудников в AeroLab, живых сотрудников и машин сравнялись. Мы сейчас будем догонять это количество, и дальше мы хотим сохранить одну пропорцию – один новый человек, один робот. Это эксперимент, это определенный костыль, это условие для того, чтобы нам было интересней. Потому что мы играем, это все игра, да? Мы все живем в определенной игре, и мы строим себе рамки, чтобы было интересней. И это наше интересное условие, что на каждого сотрудника должен приходиться один робот, работающий в нашей организации. Суммируя, мы растем, мы реально в этом году выросли, и я этому очень рад, потому что это было безумно тяжело весь прошлый год прожить. Второе – мы строим именно DAO. Это будет и дальше продолжаться, и я буду делиться в блоге именно наблюдениями с точки зрения построения DAO. Те, кто не считали мой личный блог, у меня есть несколько статей, посвященных проектированию децентризованных автономных организаций. Я долго работал над этими статьями, там есть принципиальный паттерн построения, там есть некоторые идеи для основателей, и я вам очень советую это прочитать. Третье – мы популяризируем наши знания. Знания – это самое важное для нас, поэтому мы будем в первую очередь делать все, чтобы было людям возможно получить в первую очередь знания. Не коробочный продукт, в котором они ничего не понимают, как он работает, они его завели с полупинка, и он заработал. Да, все это хотят, но так не поменяешь мир, так заработаешь денег, но ты не изменишь людей, они останутся теми же самыми. Они также будут относиться к роботу, как к рабу, не думая о том, что у этого есть последствия. Они также будут жить, ничего не меняя в своем быту, и просто когда-то это все будет просто стерто теми, кто догнал. Догнал, что не надо пинать эту коробку, а лучше ее погладить, тогда она лучше будет работать. И вот наша по этому задача – это популяризировать наши знания. И последнее – это создать настоящее сообщество. Сообщество, которое будет живо, которое объединено идеями, не сообщество, которое разными методиками маркетинга загоняют в слаг, предлагая вам что-то еще, а так, чтобы человек приходил в сообщество именно за поддержкой, именно потому, что ему туда нужно. И, если честно, для меня это, наверное, одна из самых сложных задач, потому что я редко взаимодействовал, вот, наверное, вот так вот на публику, просто общаясь со всеми людьми, с кем. Вот, по трассе того, что только последний год-полтора мне приходится в этой роли присутствовать. Но я очень надеюсь, что у нас тоже получится. И на Робономике 2018, может быть, мы уже вернемся и обсудим, насколько это получилось. Вот эта работа, это работа, которой я занимался последние три месяца. Она будет опубликована в сентябре. Она сейчас проходит ревью Саши Купитонова, она проходит ревью Александра Крупенькина. Когда мы достигнем консенсуса между собой, она будет опубликована, и это будет научная статья по всем канонам. И она будет уже не как доктрина. Доктрина – это более философское рассуждение. А здесь будут четкие, в научном стиле написанные, подтвержденные элементы, собирающие в целом научную работу. Это будет оформлено, это Аэролаб. Наверное, первая научная работа в таком полноценном виде, а не просто в виде того, что ну вот в блоге, почитайте. Так что давайте смотреть в будущее. И напоследок мы сейчас с нашим девопсом Пашей покажем вам игру. Мы же вам сказали, что будет? Нет? Все, обломилось. А что такое? Все с интернетом совсем беда? Значит, Паша, а есть шансы? Хорошо. Давайте тогда сделаем стресс-тест. Я вам сейчас очень коротко объясню про эту игру. А вы на нее выйдете через наш комьюнити-чат в Телеграме. Кто в комьюнити-чате? Поднимите, пожалуйста, руку. А всех остальных нужно как-то туда привлечь, в этот комьюнити-чат. Надо подумать, как это лучше. А, заходим на сайт aira.live.slash2017. Это страница конференции. Там сверху висит тонкий баннер. Присоединяйтесь к нашему русскоязычному сообществу. И все добавляйтесь в Телеграм-канал. В этом Телеграм-канале мы опубликуем инструкцию, как поиграть в экономику роботов. Мы поставили уже в нашей временной лаборатории, ну, сейчас сказать, это комната где-то на 35 квадратных метров между мебельным магазином и салоном красоты в Тольятти, на столе для пинг-понга железный макет железной дороги с двумя кругами. И там есть вот такая невзрачная плата Raspberry Pi. Это aira. Она там снизу лежит. И по этому макету ездит поезд. Каждый из этих кругов, из двух, соединенных перемычками, представляет один из двух рынков. Рынок А и рынок Б. И вы уже можете посмотреть aira в действии, попросив в комьюнити-чате тестовые air-токены и купив метрику того рынка, на который вы хотите отправить поезд. То есть вы сможете... Есть цена фьючерса на рынке B7, 7 air-ов на рынке A 6 air-ов. Если вы купите на рынке A фьючерс дороже, чем на рынке B, то aira это увидит и переключит поезд на другой круг. Он перейдет. Тем самым мы продемонстрируем, как робот влияет на сигнал, приходящий в экономическом виде через рыночный механизм. Это работающий уже прототип. Он выполняет нашу задачу в очень абстрактном в общем виде, но он уже работает, и это уже можно попробовать. Эта игра будет работать. Может быть, ее потом тоже оставим, но как минимум она будет работать до того момента, как Алишер построит большую нам промышленную модель предприятия. Так что добавляйте комьюнити-чат. Паша, это на его совести тогда будет, и значит он вам все инструкции, как поиграть, и он вам будет раздавать air-токены и показывать, как играть. Кстати, Катя из центра сообщества нашего, она уже в блоге на Medium опубликовала статью на английском языке, посвященную как раз этому выпуску. По-моему, называется «Игра в поезд?» Я не помню, как она. Game of Trains. В общем, посмотрите в блоге, там есть тоже статейка, рассказывающая об этой игре, есть страничка на сайте, и вы можете уже поиграть и посмотреть это вживую. Учитесь через игру. Мне кажется, это наиболее оптимальный вариант обучения. Дальше спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.